Со звуком. Так, поставим плюски все, кто слышит и видит. У нас с вами CJ Skoll, Олег Веренко и Андрей Заморский. Так, сейчас надо включить лишнее аудио, чтобы оно нам не мешало. Все, так, колонки отключили. Вебинар сегодня будет посвящен программе After Effects, а именно плагину под After Element 3D, который позволяет делать 3D-графику внутри Adobe After Effects. Все вы прекрасно знаете, что в первую очередь это программа для постобработки, для композитинга, для создания таких легких визуальных эффектов, плагинами и встроенными средствами автора. Ну и Element 3D такой мощный плагин, который недавно появился в индустрии и завоевал уже хорошую популярность. Сейчас его активно внедряют в производство компьютерной графики, так как он позволяет делать 3D, графику, шейдинг, свет, загружать модели внутрь пакета. Ну и это немножко сокращает pipeline. То есть не надо сторонний 3D софт подключать. 3D Max, Maya, Udini. Если, конечно же, 3D графика, которую вы внедряете, легкая. То есть нет там сложных визуальных эффектов. Ну да, все-таки это плагин, а не полноценная 3D программа. С вами тут Андрей Заморский и Олег Веренко. Кто еще не понял, команда CGSchool.org. Несколько слов о нас. Ну, кто мы такие, вы можете узнать у нас на сайте. В разделе «Команда». Перебрасывается на автор. Вот, да, наш сайт. Здесь вы можете все о нас увидеть. Что касается самого вебинара, то вначале такая небольшая задержка происходит из-за того, что мы ждем всех остальных людей. Рассылка занимает определенное время. То есть ссылку вы получаете на электронную почту. Вот поэтому некоторые получают его, эту ссылку, либо его это письмо, буквально через пару секунд, некоторые в течение минут 10. Поэтому мы все еще ждем всех остальных. И уже, в принципе, можем начинать. Уже, в принципе, 100 человек у нас есть. Точнее, 99. Вот поэтому и звук мы отключаем. Поэтому не паникуйте. Все нормально. Если выйти картинку, значит все хорошо. Это на будущее, чтобы знали. Нет, звук есть, это я уже знаю. Вот, поэтому вебинар сегодня у нас будет состояться по Element 3D. Вы уже это поняли. Что касается самого процесса, то у нас видео транслируется с небольшой задержкой, около 20-30 секунд. Вот поэтому, если вы пишете какой-то вопрос, именно мы не отвечаем, то учитывайте, что есть небольшая задержка. Кроме того, вопросов бывает довольно много. С каждым разом все больше и больше людей участвуют в наших вебинарах. Слушают, точнее. Поэтому мы будем стараться отвечать на вопросы, которые вас заинтересуют. Вы нас видите и слышите. У нас идет прямой захват монитора. Через интернет вам передается. Вы нам можете только писать. Писать можете либо в группу в скайпе, либо в чат, который на лифстриме. То есть чат, что справа от трансляции. Если у вас вдруг зависит от трансляции, просто перезагрузите ее, нажмите F5 в вашем браузере. И она должна отмискнуть. Да, скорость передачи у нас довольно большая, так что на сервер у нас заходит все хорошо. Мы это проверяем. Через день, не каждый день. Да, так что... Надеюсь, будет всем комфортно и пройдет с пользой этот вебинар. Сейчас еще кинем ссылку, если не пришла. Так, ну что ж, начнем. Вначале небольшое такое теоретическое обоснование того, с чем и о чем мы сегодня будем разговаривать. Что такое элемент 3D. Это сторонний плагин от компании VideoCopilot, точнее, да, VideoCopilot.net и их сайт. Мне разрабатывают замечательные плагины для программы After Effects и с недавнего времени еще для программинга. Что нужно для того, чтобы загрузить, собственно, элемент 3D в автор и посмотреть, на что он способен. Естественно, преждевременно его установить. Я создал новую композицию, пока она пустая. Для того, чтобы добавить этот эффект, плагины добавляются в авторе через эффекты, я создаю просто пустой солид. Назову его элемент 3D, допустим. Неважно, какого цвета и что мы туда будем добавлять. И в эффектах выбираем VideoCopilot элемент. Вот, собственно, пока и все. Для тех, кто думает, или тех, кто знает автор, ставить галочку 3D не нужно, поскольку все эффекты, которые прикреплены к слою обычному, имеют такой вот значок 3D, они уже по дефолту как бы 3D, и поэтому никаких галочек ставить, что 3D слой не нужно. Он уже полноценно работает. Для того, чтобы начать работу с плагином, нам нужно включить кнопочку Setup Scene. Настройка стены. Вот это, собственно, интерфейс плагина. Он довольно простой, несмотря на то, что большое количество каких-то кнопок, окон, все здесь довольно просто, и вы вскоре это все поймете. Прежде всего, что касается работы самого визуализатора данного плагина, он в основном, ну, как написано на сайте, он заточен под OpenCL, то есть под работу с видеокартой, и графика, и рендер осуществляется ею, вроде как. По крайней мере, здесь написано название моей видеокарты, и буду надеяться, что глюков не будет, поскольку частично ресурсы компьютера уже сожирает программу захвата. Поэтому будем надеяться, что видеокарта все это потянет. Итак, интерфейс очень простой, небольшое особо меню, мы о ней особо и говорить не будем. Настроек здесь не особо много. Можно выбирать только, по сути, карту, размер карты, которую будем использовать. Но это все такое. Давайте перейдем, наконец-то, к самому интересному. Где же, собственно, само 3D? Черные окна, ничего не видно. В правой стороне у нас так называемая модель браузер, то есть браузер моделей, который мы можем сюда загрузить. Есть уже некоторые предустановленные модели в самом плагине, когда вы ее устанавливаете. Есть дополнительные, возможно, покупать дополнительные пакеты, то есть дополнительные модели, которые можно купить отдельно. Собственно, в этих всех папках мы можем выбирать каждую из них. Мы видим разнообразные 3D-модели, которые мы можем загрузить в данный момент в программу. Вот, например, взять стартер-пак, так называемый пак для начинающих, либо для начала, для того, чтобы посмотреть на, собственно, модели, которые мы можем использовать в программе. Давайте, он щелкну на Alarm-клок. Это у нас будильник небольшой. У нас он отобразился вот в сцене, по сути, да, превью. Здесь есть небольшая статистическая информация, что это за модель и так далее. Количество полигонов, количество точек, 4-меша у нас имеется, довольно большое количество точек, 86 тысяч и полигонов 28 тысяч, то есть довольно-таки моделька качественная. Ну и вы это можете видеть. Рендер, визуализация происходит практически мгновенно. То есть я вот включу модельку, и мы видим, что отображается она довольно неплохо, то есть это не какой-то там вайфрейм режим, либо там smooth shaded по многих программах 3D. Это практически уже отрендеренная модель, практически уже готовый просчитанный элемент. Несмотря на то, что у нас здесь драфтовые текстуры для превью используются. То есть, по сути, это не просто некий объект, не просто 3D геометрия, это уже практически протекстурированная и освещенная сцена. Это некий сразу встроенный небольшой визуализатор. Чем освещается и что за материалы здесь используются, мы поговорим чуточку позже. Ну а, собственно, это окно у нас созданно только для превью. То есть оно не для анимации. Мы можем выставлять любой вид, но после того, как мы нажмем ОК, будильник все равно будет у нас лицом к нам повернется. То есть вся анимация, полностью все движения, действия происходят уже непосредственно в настройках самого плагина в программе After Effects. В этом же интерфейсе мы, по сути, только добавляем источники света для превью, мы выбираем геометрию, нужную нам, группируем и так далее. С этим мы еще тоже познакомимся. Итак, мы выбрали, например, наш будильничек, жмем ОК. После того, как мы нажали ОК, проходит немного много времени, и этот будильник появляется у нас в проекте. Собственно, то, о чем я говорил, не важно, под каким углом мы смотрели на окно превью, все, что мы там делали, оно как бы уходит, и перед нами будильник как бы лицом к нам находится. Потому как я уже говорил, вся анимация происходит непосредственно вот по этим параметрам. Параметров здесь очень и очень много. Я постараюсь сегодня коснуться самых важных из них. Но даже вот я немножко понажимаю, для того, чтобы вы поняли, что все это очень серьезно. И какое огромное количество параметров мы можем менять для каждого из этих объектов. Прежде всего, сама геометрия построена по группам. То есть в одном слое, вот здесь вот, в слое After Effects, есть большое количество настроек, и мы можем добавлять до пяти групп геометрия. То есть в одном слое мы можем добавлять приблизительно пять групп разнообразных. По поводу ответов на вопросы, мы, во-первых, вопросы видим через 20-30 секунд, во-вторых, мы будем отвечать поблочно. Мы не можем каждую минуту прерываться. Если я сейчас начну отвечать, что такое эклюжен, это будет немножко беспорядно. Давайте я сначала расскажу о плагинах, а потом мы все детально ответим. На вопросы мы ответим, не волнуйтесь. Вы их пишите, мы их видим. Все по порядку, вы не перескакивайте. Вот, обо всем расскажем. Поэтому, собственно, при помощи этих настроек мы создаем в основном анимацию. То есть поворачиваем объект, если мы хотим передвинуть, то мы видим, что в принципе он остается внутри одного слоя. Повернуть сам объект, ну, либо изменить его вид, изменить ракурс, как бы, которым этот объект, из которого мы на этот объект смотрим, можно двумя способами. Ну, прежде всего, при помощи анимации самого объекта. В настройках сцены сам будильник, как видите, он находится, вот у нас сцена, небольшое окно, и аларм-клок. Это, собственно, наш объект, который мы выбрали только что. И здесь есть пять кнопочек. Как видите, количество этих кнопок соответствует количеству групп, которые имеются в настройках плагина и элемент. Их пять штук. Соответственно, каждая вот эта кнопка говорит о том, к какой группе принадлежит данный объект. То есть по дефолту все объекты, которые мы выбираем, а каждый раз, когда мы выбираем объект, он добавляется вот сюда в сцену. Соответственно, в данный момент у нас в группе будет находиться два объекта. Это лампочка и ламп-клок. По дефолту все объекты, которые мы выбираем из списка, либо импортируем, также об этом чуть позже поговорим, все они находятся в первой группе. Программа автоматически их туда заносит. Поэтому, прежде всего, нам стоит побеспокоиться о том, чтобы все объекты находились в тех группах, которые нам нужны. Ну, давайте, прежде всего, разберемся с первой группой. Итак, будильник у нас есть, первая группа. Окей, все замечательно. Каким же образом мы можем его поворачивать, анимировать, вставить куда-то на стол, если у нас есть изображение стола и так далее. Включаем параметр, точнее, параметр группы, которая называется ParticleReplicator. Вот, по сути, программа, как бы, если мы говорим о одном объекте, то это как некий партикл, то есть одна частичка, которая вокруг себя, ну, либо, так сказать, преображена в геометрию. Чуть позже мы увидим, как можно с одной геометрией делать некий массив, то есть при помощи разнообразных партиклов мы можем клонировать этот объект, делать их большое количество, этих же будильников, либо каких-либо других объектов. Вот сейчас у нас ParticleCount1, то есть вот это, по сути, есть эта частичка, наш будильник. Вот, и для того, чтобы его переместить, мы можем воспользоваться либо вот этим вот, не знаю, правильно, курсором, либо маркером, который находится по центру экрана, либо изменять параметр Position по XY, ну, естественно, Position по оси Z, то есть дальше ближе. Параметры, естественно, все эти анимированы, мы можем без проблем создать простенькую анимацию, там, например, падение будильника, либо еще что-нибудь. Соответственно, кроме позиций, есть, естественно, есть Rotation, то есть поворот. Квити все работает интерактивно, то есть освещение, все отражения и так далее, они у нас интерактивные, и программа сразу же рендерит для нас, по сути, как бы уже финальную картинку. Если видеокарта мощная, то при анимации, при несложной сцене, есть у нас простенькая геометрия, хотя в данном случае 68 тысяч точек, это уж не очень такая простенькая, как для автора. Вот. Рендер происходит довольно быстро. Вот. Этим еще хвастался Эндрю Крэмер, когда делал обзор своего плагина, что рендер на довольно неплохом качестве происходит, учитывая, что это все-таки не 3D-пакет. Вот. Собственно, анимации мы можем создавать здесь, о некоторых вещах, таких как Scatter и все остальное мы тоже поговорим. Position мы сказали, Rotation тоже. Scale находится уже в другой группе, которая называется Particle Loop. То есть здесь мы можем масштабировать, делать больше, меньше. Все эти параметры касаются одновременно всех объектов, которые находятся в группе 1. В данном случае вот у нас находится в этой группе BGIN. Вот. Второй способ, при помощи которого мы можем изменить вид этого объекта, точнее ракурс, с которого мы смотрим этот объект, это при помощи добавления камеры. Этот плагин замечательно взаимодействует с 3D-шными элементами программы After Effects, такими как камера либо источники света. То есть, если, например, сюда добавлю камеру, назову имя iCam, отключу пока глубину поля, дабы не тормозил, ничего у нас. Добавилась камера, и теперь при помощи инструментов поворота камеры я ее смещаю, смотрю на этот будильник под разными углами. Вот. Ну и теперь, понятное дело, что место поворота этого самого будильника я поворачиваю камеру. То есть, это уже происходит анимация камеры. Соответственно, именно таким образом я могу просматривать созданный мной объект, анимировать его, настраивать камеру и так далее. пока камеру удалим. В общем, вроде как понятно с тем, как можно манипулировать объектами внутри Макса. Давай по каналу просто может ответим, чтобы люди понимали, что мы снимаем. Так еще просвет рано еще просвет. Может в Skype там что-то написано. Вот про записи. Потом же все по цветокору и так далее. Так, перейдем далее к настройкам элементов. Поговорим немножко о разных группах. То есть, понятно, что мы можем добавить один элемент в одну группу. Каким образом я могу одновременно в одном слое добавить несколько элементов? Вот у нас есть наш будильник и, например, вот у нас есть пол Floor Fracture. Щелкнул по нем, вместо будильника теперь в группе 1 у меня появляется пол. Вот он такой вот вид. Имеет простой бокс. Он фрагментированный. Чуть позже мы увидим, что это значит, почему он фрагментирован. И давайте пол назначим полу второй группу. То есть, я убираю кнопочку 1 с Floor Fracture и ставлю двоечку на нем же. Таким образом, я его помещаю во вторую группу. Теперь, после того, как я нажму кнопочку ОК, я смогу видеть и пол, и будильник. Они все одновременно у меня здесь находятся в виде. Поэтому, если я хочу, чтобы, например, будильник стоял на этом самом полу, я выбираю теперь уже группу 2, если я хочу работать с этим полом, и перемещаю его по позиции Y. Я сделаю чуточку больше через параметр Scale. Вот так, примерно. и перемещу еще чуточку. Вот примерно. Таким образом, я могу добавлять до 5 элементов в каждую из этих 5 групп. Что же касается непосредственно рендера каждого элемента. Мы видим, что они красиво очень отображаются у нас во випорте. Будильник у нас замечательный, металлический, имеет стекло, имеет текстуру, имеет отражение. Убильники даже. Убильники, да, всевозможные есть. Вот такая вот текстура у него сзади, такая слегка шершавая, что ли. Вот все это достигается благодаря тому, что здесь есть очень простой, но в то же время хороший редактор материала, так называемый. То есть, у нас есть пресеты, вот у нас внизу они находятся. В этих пресетах находятся все материалы, которые либо в сцене есть, закладка Scene, то есть, любые импортированные, допустим, материалы, либо которые мы выбирали. То есть, я выбирал будильник, например, выбирал лампочку. Соответственно, все материалы, которые касались геометрии будильника и лампочки, у меня отображаются вот здесь, в сцене. Ну и пол, соответственно. В пресетах же есть большое количество материалов, которые мы можем применить каждому объекту. В базовых настройках у нас вот есть 20 таких вот базовых материалов. Также у нас есть возможность на сайте также приобрести Pro Shaders, то есть, шайдеры для тканей всевозможных, бетон, металл, земля и так далее. Дополнительные шайдеры, которые уже готовы. Ну и, понятное дело, мы можем без проблем создавать свои материалы, в чем вы вскоре и убедитесь. Вот, каким образом же материалы применяются к объектам? В 3D-программах, в принципе, особой сложности применить некий материал нет. То есть, мы выбираем объект и применяем к нему материал. Если у нас, например, будильник состоит из нескольких частей, там, циферблат, стекло, там, сама основа, то мы можем во вьюпорте выбрать, в 3D-программе выбрать тот или иной объект и применить материал к нему. Здесь же у нас просто окно приви для навигации, ничего выбирать мы здесь не можем. Каждый объект, который мы загружаем в программу, имеет внизу список материалов, которые мы можем к нему применить. Дело в том, что в Elements 3D, в отличие от 3D-софта, объект разделяется на части либо на элементы, не по геометрии, собственно, а по материалам. Мы сегодня на одном примере увидим, как можем импортировать объект по 73D Max и как мы можем разбить его на части. То есть, по сути, вместо выбора отдельных элементов мы выбираем отдельные материалы. В данном случае будильник разделен на основу. вот она у нас Main. С правой стороны есть галочки, которые включают и выключают ту или иную геометрию, по сути, материал. Это у нас стекло перед циферблатом. Ну и Face. Собственно, само лицо, сам циферблат. То есть, немножко такое небольшое отличие от привычного нам выбора, допустим, частей элемента, частей объекта, например, на геометрии. Здесь все завязано именно на материале. выбрать как-то по-иному, добавить сюда, выделить несколько полигонов и так далее. Здесь это все дело не работает. Геометрия в основном, ну, не в основном, она создается такая сложная для пакетов и уже потом импортируется сюда. Я покажу каким образом, каким способом. То есть, чтобы изменить материал, например, если я хочу изменить материал нашего будильника, ну, из этого основного, например, на хром, хотя я так думаю, что здесь в хроме находится, я перетягиваю просто из нижней палитры, preset, перетягиваю хром на main, ну, по сути, ничего не поменялось, поскольку здесь и был, наверное, схожий материал. Я поставлю сюда, например, пластик, ну, либо paint, краска, вот у нас краска и синий, перетягиваю. Обратите внимание, что каждый раз, когда я перетягиваю материал сюда, меняется название, то есть, ранее этот материал назывался main, то есть, основа. После того, как я перетянул материал новый, здесь уже стало название того материала, который я сюда добавил. То есть, это уже у нас перекраска, будильник стал такой вот, покрашенный синим цветом. Так, возможно, отключить рендер в реальном времени. Есть настройки по визуализации в авторе, там можно отключить, выбрать рендер точки или грани. Хорошо, я эти вопросы позапоминаю, и все вам расскажу чуть позже. Собственно, таким образом мы можем переменить любой из этих материалов. Каждый материал мы можем также настраивать. Выбирая каждый из них, мы видим внизу Edit, окно, и есть большой набор параметров, при помощи которых мы можем редактировать материал. И вскоре коснемся, увидим, каким образом мы можем это делать. Пока применим только те, которые у нас уже существуют, ранее созданные до нас. Ну и, собственно, интересующий самый вопрос это, каким образом добавляется сюда большое количество таких вот красивых отражений, собственно, само освещение и так далее, как оно генерируется в программе. Собственно, превью здесь, возможно, левая кнопка мышки. То есть, я левой кнопкой мышки зажимаю ее и могу поворачивать наш объект в любую сторону. При помощи колесика я могу делать зум, ну а правой кнопкой мышки я могу смещать текстуру нашего окружения. То есть, по сути, вокруг этой сцены, вокруг нашего объекта есть некая текстура, environment, так называемый, текстура окружения, которая освещает со всех сторон наш объект. Все эти текстуры можно видеть вот здесь вот внизу. Они называются, точнее, это не текстура, а типы освещения. Это default lights. Таким образом, я могу при той же текстуре изменять разные освещения. То есть, у нас есть текстура environment, есть освещение. Где текстуру выбирать, тоже покажу. То есть, выбирая один из уже созданных ранее настроек, мы можем указывать, какой тип освещения будет действовать на наш объект. Да, буду рассказывать про импорт камеры, зачем камеру импортировать. Нас интересуют объекты. Камера импортируется с помощью плагина max2.ie. Да, плагин, как-то камера здесь пока ни при чем. Ни в теме нашего вебинара сегодняшнего. Вот. И мы можем включить галочку environment. То есть, это то самое окружение, которое в данный момент используется для того, чтобы отобразить наш объект, добавить к нему отражение. То есть, где меняется освещение, понятно, да, непосредственно здесь. Однако, где оно меняется в этих настройках, как я уже говорил, то, что я делаю в preview, это одно, однако в настройках элементов здесь, вот, я могу оставлять совсем другие параметры. Есть у нас настройки рендера, и здесь у нас большое количество параметров. По environment, то есть, если я хочу выбрать какой-либо слой для окружения, например, у меня объект находится где-то в лесу, и я хочу, чтобы отражались здесь деревья, а не небо. Здесь есть настройки по освещению, добавление дыма, ambient occlusion, влюра и все остальное. С этим мы тоже сегодня поговорим. То есть, если мы хочем добавить сюда некие, например, другое отражение, я просто беру картинку, например, у меня здесь Нью-Йорк. Вот у меня этот будильник будет находиться на фоне Нью-Йорка. Я, соответственно, хочу, чтобы отражались здесь не вовсе не деревья и неба, а отражались здания, к примеру. Я выбираю этот элемент, захожу в Render Settings, Environment, и выбираю Override Layer. Какой слой я хочу использовать для того, чтобы создавать отражение? Выбираю New York PNG. И автоматически у меня, если посмотрим на наш объект, со всех сторон, сейчас я добавлю камеру еще раз. Для 50 мм, чтобы она у нас ничего не сказала. И у меня теперь объект, наш будильник, отражается, используя картинку, точнее, текстуру, изображение, которое я выбрал в настройках Environment. Соответственно, все, что мы делаем с этим изображением, если я сделаю Pre-Compose, это у нас будет, допустим, Если я хочу, чтобы эти блики были не на 100, явными, например, я хочу их размыть, добавляю сюда блюр, допустим, быстрый, так, чтобы было понятнее, добавлю больше блюра, 50, допустим. И, соответственно, все отражения на моем будильнике будут тоже разблюренными. Соответственно, для бэкграунда я могу поставить четкое изображение тех же зданий. Вы заметили, что даже композицию, которую в данный момент использую для отражения будильника, я ее отключаю из вида и все равно программа ее втягивает, она ее использует. Поэтому все текстуры, которые мы будем использовать в программе, мы не обязательно их включать в композиции, то есть можем отключить ее отображение и все равно плагин будет ее принимать. Соответственно, таким образом я могу поменять отражение нашего объекта. То же самое, если я хочу добавить некий источник света. ничто мне не мешает, добавить сюда например Point Light и таким образом добавить бликов еще нашему объекту при помощи источников света нашей сцене. Я могу его анимировать. По сути у нас получается полностью интегрированный 3D объект, как видите, такие блики довольно красивые получаются у нас интегрированный объект в нашей сцене. При этом рендер довольно быстро у нас проходит. Так, насчет отражений чуть позже тоже скажу обязательно. Ну давай откроем другую группу. Мы просто это не она. Что касается ну что? Найду группу. Так, там нет уже ничего. Что касается требований к железу, то она требовательна к видеокарте. То есть в данный момент допустим у меня видеокарта стоит 670 GTX. Рендерить все довольно быстро, даже когда я меняю вид с камеры или делаю поворот например объекта, то у меня качество хуже не становится. Однако допустим буквально на днях я делал похожую вещь на более старой видеокарте на Атишке не помню уже какая там модель. Каждый раз когда я делаю перемещение камеры даже на слабеньких моделях даже в слабенькой несложной сцене качество изображения становилось очень плохим. То есть я делаю анимацию и практически объект становился очень-очень некачественным. То есть где-то на уровне quarter или еще хуже. Вот поэтому к железу на требовательное но в основном требовательное к видеокарте. Есть на сайте videocopilot.net там Крамер требования выложил к этому плагину к элементу 3D. Там по поводу видеокарт очень все хорошо расписано. Кто хочет подобрать для этих задач можете там почитать. Сайт videocopilot.net это разработчики этого плагина элемента 3D. Я думаю многих кто работает с автором хоть раз в жизни да и слышал я об этом сайте и Эндрю Крамер И так идем дальше к настройкам наших элементов к настройкам наших объектов. Что касается групп понятно. Что касается объектов тоже понятно. Для того чтобы их удалить мы просто закрываем нажимаем на крест и закрываем их. Внутри этого плагина есть свое undo и redo то есть мы можем убирать последнее действие либо повторять его снова. Да возможно об импортах объектов мы еще поговорим обязательно и об секвенциях и всем остальным. Удаление понятно. Материал применения тоже понятно. Материал давайте добавим сюда некий объект простой для того чтобы его протекстурировать. Заодно рассмотрим какие возможности у нас есть по текстурированию по редактированию по редакции материалов и всего прочего. Как пример я сюда симпортирую сейчас некий объект из Max который не встроен в элемент 3D Для начала просто посмотрим на текстурирование а потом увидим каким образом можем эти элементы как импортированные так и встроенные анимировать перемещать размещать между группами и так далее. Да я про тень уже говорил тень и отражение чуть позже о них расскажу обо всем расскажем мы этот все покажем по поводу тени материал отключить невозможно материал можно заменить поскольку я уже говорил что у нас материал по сути он отвечает за определенную часть объекта если я отключу материал то сам объект пропадет если вы хотите чтобы материала там не было просто можете либо сбить настройки либо применить к нему какой-то базовый материал еще что-нибудь там white shiny например и настроить его по-другому то есть выбирайте любой из материалов и редактируйте его для себя можно сделать reset то есть просто будет такой вот белый материал без каких-либо настроек и вы можете сами начать его настройку его создание чем мы сейчас и будем заниматься так что за объект мы будем импортировать сколько уже можно ошибки выбивать синеме 3d модель вообще не проблема импортировать поскольку автор замечательно работает с синеме 4d он просто через импорт 3d объект загружает целую сцену с синеме 4d то есть вот у нас список тех объектов которые может загружать плагин загрузить можно объект давайте я удалю пока этот будильник загрузить его можно вот отсюда нажимаю стрелочку выбираю импорт 3d объект вот просто все объекты которые находятся в синеме открываем проект синема 4d и выбираем оттуда все объекты особенности импорта объекта я сейчас о них обязательно расскажу они касаются как синема так и макса синеме я просто не работаю поэтому я буду показывать на примере 3d studio max все же правила которые я только сейчас вам расскажу все они будут касаться и синеме в том числе так вот у меня загрузился макс еще с очередной ошибкой я выбираю сцену точнее это не сцена это просто некий объект вертолетик по поводу записи вебинара дадим только тем кто напишет о нас спонсор это модель от из пака архмоделс кто хочет может его скачать либо купить ну купить а потом соответственно его скачать из сайта evermotion модель довольно простая здесь немного объекта винт стекла внутренние части какие-то лыжи либо что оно такое я не знаю задний винт и вот небольшие такие какие-то мелочи на что сразу надо обратить внимание в моделях это пивот поинт таких вращающихся штук например пивот поинт винта видите где находится не в центре винта если вы будете его анимировать то понятное дело что при вращении он будет вращаться вот так это же будет касаться и вращение этого элемента внутри элемента поэтому прежде чем вы будете переносить геометрию из макс либо из синьки проверьте что все элементы которые вы будете анимировать правильно настроена точка центр объекта то есть пивот поинт поскольку мы можем ее редактировать и в элемент 3D я покажу как но редактируется она там гораздо хуже и сложнее нежели в 3D пакетах метрополитен потом разберемся метрополитен поэтому я пока ставлю центр наш пивот поинт по центру переношу его вот сюда вот так вот есть такое дело теперь что касается переноса объекта понятное дело что для того чтобы протекстурировать этот элемент внутри элемента 3D нам нужно каким-то образом подетально по элементам перенести все это в программу то есть не все одним целым а по частям каким образом это делается если я сейчас выберу весь вертолет и при помощи OBG экспорт экспорт выбираю папочку куда я хочу сохранить это все дело а на примере темп сохраню либо папку с уроками пускай будет материал вот у меня будет чоппер выбираю формат OBG если мы хотим перенести с Max то выбираем этот формат еще раз повторяю если с Sync то можете просто сохранить проект Cinema и все будет замечательно жмем Save здесь никаких настроек в принципе нам указывать не нужно единственное что нужно поставить галочку Export Materials экспортировать материалы ждем да все был создан объект точнее файл OBG возвращаемся к After Effects нажимаем Import 3D Object и выбираем наш чоппер нажмем открыть чоппер у нас отобразился вот он замечательно перенесся со всей геометрии но он у нас единственным материалом отображен то есть у нас какая-то непонятная надпись Wire 115 115 и соответственно если мы хотим применить некий материал к вертолету то перебросив его меняем полностью ко всему соответственно протекстурировать по отдельности таким образом мы не можем что же нам следует делать и это мы сделали несмотря на то что в сцене у нас объект находился ну то есть он разделенный на разные элементы да это не одна сплошная mesh геометрия что нам в этом случае нужно делать в этом случае нам нужно переменить к каждому этому объекту соответствующий материал то есть что мы можем сделать в данном случае во первых нам для переноса не обязательно вот эти все текстуры они не переносятся UV координаты переносятся однако текстуры нет что я сделаю я например назову этот материал я как вы обратили внимание работаю именно с материалами я перейду пожалуй на стандартный визуализатор не на V-Ray чтобы проще было людям которые не знают V-Ray и 3D Max вот на стандартный материал да дефолтный просто серый я не буду ничего здесь настраивать просто буду вводить имя вот это например у меня будет винт да материал который называется винт я выбираю этот самый винт включу вайфрейм чтобы было понятнее переменяю к нему этот материал далее я выбираю бари то есть по сути тело нашего вертолета выбираю второй материал называю его бари и тоже применяю его к нему то же самое я делаю со всем остальным это у нас будет винт 2 то есть я их даже не настраиваю просто серые стандартные материалы главное чтобы они отличались по названиям и один материал не был применен ко всем объектам или ко всем элементам нашего объекта это будет какая-то труба что-то еще я не в курсе так это стекло так труба я не применил материал к трубе не забывайте только применять его это называть можно конечно это у нас стекло в углах треугольнички у вас появляются возле шарика если материал указывает на то что материал это будут какие-то лыжи назовем их сайт вот и какие-то вещи там находились еще внутри в 3 ключи вот там сидение так назову их inside внутренности а сайт у нас вот то есть я каждому элементу еще у нас есть такие вот штучки вот такие я не знаю что такое как его назвать правильно будет там какой-то вот то есть каждому элементу если я хочу его отдельно протекстурировать я применяю к нему отдельный материал соответственно если я хочу например протекстурировать одновременно и этот винт и этот я могу применить материал одинаковый однако помните о том что тогда внутри элемента это будет единый объект если вы захотите его анимировать повернуть например этот винт то получится у вас примерно вот такое поэтому те элементы которые вы хотите анимировать обязательно выделяйте отдельным материалом и по-другому как-то этот материал называйте вот после этого мы можем его перенести куда угодно чопор выбираю тот же файл надо не создавать кучу непонятных перезаписываю сделаю тот же экспорт экспорт абсолютно на дефолтной настройке ничего там не указываю ничего не меняю импорт 3d объект чопор открыть вот теперь мы видим что наш вертолет предоставлен целый ну еще какой-то wire есть что-то все а еще ручки они выделят ну не важно то есть тот элемент который я не видел отдельным материалом он у нас все-таки подписан 1.5 1.5 1.5 вот соответственно каждый этот элемент вот я могу их отключать через материал выделился как отдельный объект то есть таким образом я могу теперь применить каждому этому элементу отдельный материал ну и естественно я могу его проанимировать по отдельности сейчас мы тоже об этом о всем поговорим и так что касается материала давайте посмотрим основные настройки материала здесь мы базовый материал то есть объект когда мы его подгружаем извне он имеет некий базовый материал он такой вот белесый красивый это все базовые настройки все как видите они здесь абсолютно одинаковые все материалы внутри элемента 3d состоят из двух частей это текстурные карты вот этого текстуры которые можно переменить к самому цвету объекта к бликам отражениям преломлением освещение можем загрузить карты нормальные для того чтобы создать какие-то выпуклости в пуклости то есть для бампа окклюжен environment и так далее все эти текстурные карты можем без проблем подгрузить для того чтобы использовать для редактирования нашей сцены если сделать детально отдельным цветом можно и так можно все детали просто через вайфрайм вот здесь менять отдельным цветом хотите этот розовый этот сделать синим это то же самое то есть для элемента 3d будет в принципе то же самое можете вот таким материалом не пользоваться единственное что почему это удобнее потому что я могу здесь назвать я называю этот материал и потом когда я открываю их в элемент 3d здесь не будет color 001 там 155 wire и так далее здесь будут вполне понятные названия по которым я могу понять что здесь у меня находится вот поэтому я предпочитаю такой способ он не намного длиннее либо там сложнее вот через изменение цвета вайфрейм вот но он позволяет мне подписывать эти цвета и так давайте начнем все таки самое интересное начнем с корпуса вот у нас бари прежде всего меня интересует его текстура в настройках материала каждого в том числе и в максе вот настройка материала для этого вертолета у нас есть некая текстурная карта она находится вот в диффузном цвете называется она Arch M7310 Diff TGA то есть в тарге записана вот такая вот такая вот картинка которая при помощи UV накладывается на объект и таким образом мы его можем протекстурировать в точности такую же процедуру мы можем сделать и внутри программы для этого в диффуз в текстурах мы должны указать эту самую карту это мы можем сделать двумя путями выбираем Non-Set по дефолту понятно сделать никаких текстур здесь нет мы можем нажать кнопку Load Texture и открыть любую текстуру которую мы хотим однако проблема в том что программа принимает здесь в виде только PNG и JPEG если бы у нас картинка текстуры была в PNG формате или Boxpack то мы бы так и сделали просто загрузили и все однако проблема в том что наша текстура находится в формате TGA тарги поэтому при помощи такого метода мы его не откроем конечно можно переформатировать но есть гораздо более быстрый и удобный способ жмем пока окей убираем камеру вот наш вертолет уже появился я пока отключу бэкграунд вот он у нас красавец такой таким образом я могу подгрузить изображение для того чтобы протекстурировать наш элемент в настройках элемент 3D есть такая штука которая называется Custom Layers слои как бы сказать кастомные пользовательские слои они все по дефолту пустые у нас есть текст текст и маски мы еще скоро о них поговорим и у нас есть Texture Maps то есть карты текстур собственно сами изображения для текстур я беру нашу текстуру вот она родная тигашная я ее загрозил в проект добавляю в композицию отключаю ее сразу же она нам не нужна в таком виде выбираю слой Element 3D и выбираю Layer 1 в текстурных картах вот эту самую тигашку то есть таким образом я как бы поместил в слот Layer 1 изображение которое находится вот здесь этим я просто как бы подгрузил эту картинку внутрь плагина 3D Element да теперь мне нужно указать что я собственно с этой текстурой хочу сделать выбираю еще раз Барри нажму Refuse и теперь не Load Texture а нажму вот этот вот треугольничек и мы видим что я могу либо загрузить из файла то же самое что я делал либо выбрать один из десяти вот этих самых Custom Layers тех ячеек куда я помещаю текстуры вот у меня первая занятая и жму OK вот таким образом как видите все UV координаты все у нас нормально сохранилось текстура замечательным образом легла на наш вертолетик вот собственно вот это вот и начало работы с материалом то есть кроме базовых материалов мы можем начинать работу создавать какие-то свои шейдеры понятное дело создание каких-то там SSD шейдеров здесь невозможно однако все стандартные настройки такие как отражание преломление свечение ну и всевозможные там сглаживание прозрачности здесь имеется то есть настроить базовый материал который ну в принципе как для After Effects я думаю такие материалы вполне и вполне пойдут так что бы хотелось еще добавить ну наверное добавить немножко отражения понятное дело если я хочу чтобы он выглядел как металл мне нужно немножко добавить Reflection переходим на вкладочку Reflection выбираем Intensity она у нас на нуле пока что и перемещая эту интенсивность мы видим что делаем этот объект более отражающим понятное дело что когда у нас будет Intensity 100% то это будет полностью отражающий объект вот кто знаком хоть немножко с текстурированием с шейдингом тот знает что если у нас интенсивность отражания полностью 100% то у нас все диффузные цвета пропадают вот поэтому я хочу сделать интенсивность очень маленькая но где-то буквально на уровне 20% к примеру вот преломление конечно же фейковое здесь все фейковое здесь нету глобального освещения сами понимаете что если бы здесь было все реальное было бы какие-то просчет источников света там глобальное освещение отражение первичный тричный оскок это бы все вот так не рендерилось здесь все фейковое на то оно в авторе сделано по сути то есть это не полноценный 3d пакет мы добавляем какие-то элементы которые мы хотим добавить в программу и допустим если нас такой вид вполне устраивает понятно что полноценное создание 3d сцены в авторе может быть и возможно если хорошенько поднастроили но проще это сделать 3d но все-таки есть такие вещи которые можно сделать и при помощи элементов 3d титры например к звездным к стартреку также допустим к спекуляр или к отражениям я могу подгрузить еще карту например я хочу изменить отражение я подгружаю ту же карту только вместо цветного изображения вместо картинки я убираю saturation на минус 100 и таким образом я получаю черно-белая карту отражение соответственно там где у нас будет белый цвет отражение будет больше там где у нас черный цвет либо темный отражение будет меньше немножко подниму гамму то есть кроме прибавки отражения всем частям нашего объекта я могу еще при помощи карты указать где их будет больше где их будет меньше да в принципе фейк это в многих программах 3d тоже фейковые запекания текстуры используют для того чтобы это все дело быстрее считалось вот основной материал это тоже фейк да все фейковое наше вид собственно вроде как с этим понятно каким образом я могу добавить допустим теперь какого-то стекла я могу понятное дело выбрать наш элемент glass вот эти стекла передние и набросить сюда уже созданный ранний материал glass стекло однако оно у нас будет выглядеть ну мягко говоря не очень реалистично по крайней мере стекло хотелось бы чтобы было немножко попрозрачнее а дело в том что базовый материал стекло он более похож на некий хром такой матовая штука но она не прозрачная поэтому если мы добавляем стекло и мы хотим чтобы этот объект был прозрачным то это нам нужно указать это указывается у нас в настройках advanced force opacity то есть вот у нас настройки которые предустановлены для материала стекло мы видим здесь есть reflection 150% здесь есть reflection то есть переломление тоже 100% однако мы этого переломления не видим также у нас есть параметр distortion так называемый EOR то есть коэффициент переломления для того чтобы искажать лучи света которые проходят сквозь этот объект понятные фейковые и вместо force opacity вместо 100% я допустим ставлю ну не знаю 25 наверное много 25 то есть я указываю на прозрачность этого материала я его указываю таким образом чтобы у нас немножко сохранились отражения понятное дело что есть стекла у нас полностью который бы пропускал лучи нету там должны быть какие-то определенные отражения и так далее можно даже 50 ну может 45 ну давай 50 ладно по просьбе Олега сделай 50 вот ну и таким образом мы можем добавлять в принципе любые текстуры то есть выбрать что у нас там есть inside здесь у нас про shader здесь у нас есть фабрик то есть ткани выбрать какую-то вот такую синюю ткань это не очень красиво деревенский как матрас ну вот такое бабушка вязала вот что касается винта например мы тоже можем его добавить какие-то стандартные материалы либо вот в стандартных у нас есть металл он не красивый этот металл здесь металл есть допустим black steel черная сталь к первому винту точнее ко второму винту и к первому вот такая вот сталь слишком блестящий но да ладно пойдет для наших случаев так внизу у нас это у нас труба трубу мы сделаем какую-то вот black metal например далее вот эти вот штуки вообще не знаю что это ручки какие-то давайте хромовые сделаем брашит например такую штуку вот эти временные непонятные тоже набросим такое сделаем пластик например пластик такой вот черный черный пластик декор и лыжи лыжи тоже давайте сделаем тоже какими-то матовыми чтобы они не были сильно блестящими вроде как-то так то есть по сути мы протекстурировали каждый элемент нашего вертолета по отдельности не забуду не забуду про кьюжи не переживайте все оговорим вот собственно теперь постает вопрос как теперь эту штуку проанимировать давайте посмотрим как она выглядит у нас на фоне жмем окей ждем рендера сейчас бац рор бабах нет вроде не рор так включаем текстуру нашего Нью-Йорка не нашего а забугорного конечно вот и давайте немножко придем его поближе для того чтобы оценить степень встроенности этого элемента в наше окружение немножко поверну его так здесь нормально все ну вот как-то так то есть в принципе по отражаниям он вполне подходит для нашей сцены конечно же для нормального так сказать дотачивания для композа этого элемента можно покрутить цвета добавить какие-то источники света я уже показывал каким образом то есть можем добавить сюда например directional light здесь он параллельно параллельно называется кастовать тени даже вот и указать что это будет какой-то очень там высокий источник света направленный и таким образом будет дополнительно создавать такие вот тенюшки в данном случае у нас вертолет освещается со всех сторон понятное дело что когда он будет находиться в этом окружении нужно чтобы его низ освещался гораздо меньше нежели вверх добавим на правильный источник света и таким образом мы ему добавим чуточку таких тенюшек внизу для того чтобы придать большего реализма вот теперь давайте перейдем все-таки к анимации каким образом анимировать параметры к общему виду давайте все-таки параметр отклюжен скажу обидеться если забуду что касается ремен отклюжен вот мы уже рассмотрели вкладочку environment для того чтобы добавить собственно отражение вот такие отражения нашему вертолету с источниками света вроде тоже понятно то есть ставить галочку use complite позволяет использовать источники нашей композиции эта галочка по дефолту включена то есть все источники которые добавляют как вы уже могли видеть замечательным образом также мы можем добавить сюда один из ранее мною рассмотренных источников света то есть те источники которые автор отображает в окне preview помним вот здесь вот сейчас красиво вот здесь источники света всевозможные их мы можем выбрать и в настройках подошел закат типа по сути мы можем выбрать и комбиновать их то есть комбинировать мы добавили dramatic light и кроме этого мы еще используем источник света в нашей сцене то есть мы комбинируем и тот и другой вот да и собственно переходим к ambient occlusion я могу скопировать если кому интересно можете присылать письма по IP пакеты TCP IP можете присылать фондер недавно отправляли только мы отправляли сетевую карту да вот собственно для того чтобы добавить ambient occlusion мы делаем очень много движений ставим здесь галочку идем курить в принципе это все то есть мы его просто исключаем и он автоматически добавляется в нашу сцену для того чтобы увидеть реально ли это не обманываю ли я вот мы видим что он добавляется настройки здесь довольно простые для тех кто хоть раз создавал ее 3d пакет это знает чем он собственно что они здесь делают это интенсивность его это сэмплирование чем больше тем он менее шумным получается это его радиус будет устанавливаться в зависимости от того какой насколько большой у нас объект да то есть в принципе те настройки которые указываются в максе веряне например в принципе все такое основные вот эти четыре все остальные вот фог инфлюинс влияние дыма точнее не дыма тумана который мы можем выше включить чуть позже о нем расскажу вот освещение и так далее то есть это влияние освещение тумана и так далее на наш амбинтоклюж по сути здесь 100% то есть они все на него влияют что в принципе хорошо ну цвет амбинтоклюж я так думаю по дефолту обычно стоит черный вот если же хотите можете его поменять на любой другой если вас черный чем-то не устраивает вот по сути вот такая вот штука наше текстурирование вот ничего сложного так все остановим амбинтоклюж сейчас я об этом расскажу переходим все-таки к анимации давайте вот это будет последняя точка только не 30 секунд конечно в проекте я поставлю допустим кадров 200 не хочу так много анимировать вот это будет конечная точка нашего вертолета допустим он у нас стоит вот здесь анимация как я уже говорил очень легко и просто мы делаем при помощи анимирования параметров позиция xyz по всем трем осам и поворот в данном случае у нас поворачивается только по оси y все остальные по нулям если нужно тоже проанимировать то есть я устанавливаю ключи для положения поворота вот у меня они здесь находятся и допустим на нулевом кадре я его делаю чуточку где-то дальше то есть обычные авторовские ключи да обычные все очень просто и легко для тех кто узнается на авторе я думаю никакой проблемы это не вызывает то есть такая вот получается проста анимация мы видим уже при проигрывании анимация у меня уже слегка качество теряется то есть вот так вот слегка на нас к нам подлетает все принципы анимации такие как easy-in ключи все остальное все действует замечательным образом то есть можете применять все ваши знания по анимации которые у вас есть а собственно анимируем мы сейчас весь объект целиком да то есть полностью весь вертолет у нас сейчас прилетает к нам однако если я хочу например проанимировать только корпус отдельно я хочу чтобы наш винт например вращался вот если я начну его вращать то я думаю всем понятно что вращаться будет весь вертолет каким-то образом мне нужно его выделить отдельным то есть отдельным объектом как это сделать заходим в настройку сцены понятное дело что нам нужно каким-то образом сказать что винт у нас будет находиться в группе номер 2 однако все эти кнопочки применяются к объекту чоппер в целом как же поступить а поступаем очень легко и просто мы берем в нашей основной группе 1 дважды щелкаем по названию я хочу ее переименовать это у меня теперь будет барри тело и отключаю в нем винт где у нас переименовался собака такая после того как я переменил к нему материал blacksteel это у нас будет винт вот я его отключаю все нет у нас винта теперь я беру этот объект чтобы он не мешали нам большое количество материалов я их просто сверну правой кнопкой duplicate morale то есть дублирую его нижний объект у нас будет барри а верхний объект я переименую как винт и в нем как вы уже наверное догадались подключаю все кроме винта соответственно теперь у меня имеется два отдельных объекта один винт второй барри естественно винт я погружаю либо включаю для него вторую группу нажму окей и он у меня сразу куда-то туда подлепился то есть он упал чуточку ниже непонятно почему а сейчас мы поймем почему почему у меня винта соединился с вертолетом давайте отключу в экрану чтобы было лучше видно вот так вот а дело в том что винт у нас попал в группу 2 а в группе 2 свои параметры по перемещению свои параметры по повороту и так далее соответственно понятно они все здесь стоят дефолтные и винт у нас переместился в совсем другое место вот какой выход из этой ситуации конечно мы можем брать камеру включать вращать камеру вокруг объекта и перемещать вручную при помощи тех же параметров x y вот таким способом настраивать куда же этот ивент вездесущий всунуть чтобы он у нас на место встал все это конечно мы можем делать но есть штука гораздо более полезная гораздо более простая это копирование настроек то есть если мы например настроили группу 1 поставили объект на нужное нам место и потом часть этого объекта как только что мы сделали перенесли в другую группу соответственно мы хотим перенести настройки из первой во второй для этого я включаю группу 1 и вот здесь внизу группу utilities у нас есть copy paste групп скопировать вставить настройки этой самой группе поэтому я выбираю группе 1 copy группе 2 paste и у меня винт чудесным образом встает на место по поводу вопросов скажите зачем этот вебинар все это в максе можно сделать да на самом деле в максе это можно сделать даже больше просто есть люди которые работают в автор эффекте и этот вебинар именно для них не все захотят брать и учить так сходу 3dmax потому что это чуть сложнее программа это вебинар для людей которые занимаются композом постобработкой именно в автор эффекте дело в том что есть много вещей которые в авторе например быстрее сделать при помощи того же элемента 3d какие-то мелочи ради которых не хочется лезть в 3d на самом деле то есть создать полностью полноценную 3d сцену конечно же здесь может быть реально но очень сложно однако создавать какие-то моушен эффекты всевозможные чуть позже вы увидите как это делается протестурируют какие-то простые вещи и так далее это все очень быстро можно сделать при помощи элемента не прибегая к 3d пакету если вы обознаны в синьке в максе в будине в мае конечно кому-то проще зайти в тот пакет отрендерить все это все просчитать и перенести в авторе эффект однако есть люди которые занимаются чистым композом и они не знают других пакетов но им интересно например как я могу эту модель скачать где-то из интернета купили и внесли в авторе эффект кроме того им не нужно учить основы освещения основы рендера как построить сцену чтобы все красиво отображалось мы просто бросаем сюда объект бросаем на него какой-то материал и мы уже получаем полноценный рендер то есть с отражениями с бликами и так далее для многих вариантов это очень подходящая штука понятно что не для кино возможно хотя вот тот же элемент 3D опять-таки как я уже говорил использовал субтитры для стартрека то есть там все вот эти планеты все было создано внутри автор эффект смоделирование конечно сами вот эти разрушения в где-то другом в софте а вот все проанимировано в авторе при помощи элемент 3D по поводу видеокопилота на самом деле так как Андрей Крамер является разработчиком элемента 3D то на видеокопилоте именно по этому плагину наверное самые лучшие уроки если вы конечно знаете английский но мы не копируем никакие уроки в том числе на этом вебинаре то есть наши вебинары они все есть авторские мы не копируем нищие уроки с интернета ни в автор эффекте ни по нюку ни по 3D Max то есть эти претензии что по-моему это копия какого-то урока они неуместны на наших вебинарах все авторское если честно я уроки от видеокопилота смотрел только один где рассказывается о масках все остальное я так сказать выучил на своей шкуре несмотря на то что они бесплатные просто я их не смотрел поэтому если он копирует урок с видеокопилота то прям не знает надо позвонить Андрею сказать что такое что за него что за дела этот вебинар собираюсь проводить и он уже оказывается обратно все рассказал собственно теперь вот винт я поставил на место теперь мне нужно чтобы он двигался точно так же как и сам объект анимация при этом не копируется то есть мы просто взяли значения скопировали их с одного допустим кадра в другое то есть положение именно в этом кадре для того чтобы винт двигался точно так же как двигается вертолет мне нужно понятное дело взять в группе второй да и включить анимацию всех вот этих параметров rotation по y x y z включаем здесь переходим в кадр второго ключа делаем copy делаем paste тадам вот у нас винт уже перемещается вместе с вертолетом все что нам осталось сделать это просто его теперь проанимируй чтобы он вращался ну так а я об этом и рассказываю как работать с анимированием меш если меш уже где-то проанимировал не об этом я еще обязательно расскажу конечно я обещал вначале рассказать еще про секвенции и я о них расскажу собственно теперь нам нужно проанимировать вращение винта винт у нас вращается где у нас вторая группа вот у нас вторая группа вот он вот все-таки pivot point не скопировался соответственно только я начинаю вращать элемент этой группы он начинает вращаться вот так потому что ты не сохранил сцену накопировал да в общем создавал объект создал файл обе вот в сцене здесь все по-прежнему все находится на своих местах он переносит не перенести вот поэтому заодно давайте покажу как можно перенести это самый pivot point внутри элемент 3d выбираем винт в нем есть настройка anchor point ааа можем from model можем так сделать нет не работает тоже не работает в модели ну значит возьмем model center и теперь настроим pivot point чтобы все четче было видно включаю решетку вот она у нас show grid и вот для каждого объекта если можно так сказать вот эта вот решетка находится внутри по центру объекта то есть pivot point этот крест да вот такой крестик центра этой решетки это тот самый pivot point объекта то есть если я выбираю винт вот этот крестик соответственно если бы вращать винт то он будет вращаться возле вокруг этого крестика то есть вокруг вот этого центральной точки поэтому наша задача сейчас сместить винт на вот этот вот участок ставим вот так вот стараемся приблизить побольше и выстроить ровную линию вот примерно ровную я буду быстро все делать для того чтобы не особо время тратить и у нас есть anchor offset то есть смещение точки мне нужно выставить его по центру объекта задача не есть легкость в принципе буквально еще чуть-чуть упс нет ну вот где-то сверху лучше смотри может наведи сверху плоховато я бы кто-то пробовал вот и поворачиваемся поворачиваемся вот сюда и делаем то же самое только теперь по другой оси а куда что вылетаешь ну вот чуточку приблизим назад вернем есть такая штука 25 ну где-то так в общем я надеюсь что он примерно в центре находится сейчас соответственно нажмем ок и теперь из-за смещения pivot point из-за смещения этой самой точки у нас сместился немножко винт поэтому мы его вручную просто берем вот у нас вторая группа и вышную его ставим на место там где он должен быть если мы с такого ракурса не видим где он находится можем просто включить камеру покрутить покрутить посмотреть где тут что где этот винт и при помощи тех же параметров перемещения мы его ставим на место ну и то же самое делаем для последнего ключа можно просто удалить анимацию нет анимация немножко все-таки сюда прилетает просто мне нужно сместить я имею ввиду удалить и создать новое чтобы не париться а он не перенесется потому что анимация точно так же скопируется ну вот мы примерно на то же место только немножко не туда вот так есть такое дело по-разному немножко улетает прилетает потому что потому что ключи отличаются по типу ключи и они прилетают немножко по-разному все теперь они вместе летят вместе с вертолетом отключаю камеру у меня такая камера для того чтобы смотреть с разных сторон вот то есть по-прежнему у меня такая вот анимация теперь я просто задаю вращение винту вот он вращается у меня теперь он вращается правильно вокруг своей оси не откуда-то так быстрее конечно создать это все при помощи обычных выражений то есть жмем alt и ставим time не знаю тысячу допустим все видим как быстро он будет вращаться ну вроде давайте больше штук 3000 то есть создаем такое вот вращение совпало сейчас есть такое бывает даже при съемках камеры иногда бывают такие есть в интернете ролики когда вертолет летит и у него винты не крутятся и все там пишут это специально новый двигатель вот просто частота кадра совпало с вращением постоянно вид находится на одном месте ну и понятное дело такое вот вращение нам нужно размыть я немножко просчитаю совсем пару фрейм для того чтобы вы убедили что он все-таки вертится как говорил еще Галилей все-таки вертится вот так он вращается и теперь наша задача добавить размытие то есть всем известный моушен знакомый моушен находится вот здесь по дефолту он уже включен то есть для того чтобы его включить мы отобрали включаем его для слоя вот он здесь включается и включаем его для композиции опять-таки вот здесь у нас получается такая вот штука вот блюр мягко говоря не очень качественный если мы посмотрим отключил бэкграунд немножко он такой да коперник протупил до ножку мошен бюр не очень качественный для тех кто знает на афтер эффекте все знают что моушен бюр можно сэмплирование вот здесь вот повысить настройка композиции в адвансер вот но понятное дело что наверное оно не сработает поскольку у нас для моушен бюра внутри элемент 3d есть свои сэмплирования вот у нас моушен бюр сэмплес настройка и только здесь если мы внесем значение например там 24 то мы видим что блюр станет гораздо красивее вот такой вот красивый у нас бюр под размытием красивый получился в итоге реально очень красивый далеко от фейкового бюра то есть в принципе можем такие штуки анимировать в авторе и не заботиться о том что они будут долго рендериться блюр довольно качественный размытие очень хорошее при этом мы видим что считается ну по сравнению с блюром там в 3d например гораздо гораздо быстрее там в чате спорят все-таки галилей галилей погуглите у кого есть время кто сказал вот что касается в общем бюра и анимации так смотрим на общую картинку вот наш вертолет начинает сюда приближаться ну давайте раз уж мы начали говорить о блюрах все-таки дойдем до конца у нас здесь еще настройки рендер сайтинг есть несколько других параметров прежде всего это глубина поля если я добавлю сюда камеру основную то у меня была такая камера для для облета вертолета это у меня будет мейнк включу депсов филд глубину поля нажму окей программа для нас будет просчитывать также глубину поля вот камера у нас сразу так приблизилась нехило давайте куда-нибудь отдадим отдадим немножко подальше считай вот так есть такое дело вот мы видим что сразу у нас глубина поля проявилась в виде забюренного вертолета для того чтобы правильно настроить размытие глубину поля понятное дело нам нужно изменить параметры в камере параметры фокус-дистанция фокусное расстояние к объекту это мы можем проделать как опытным путем то есть просто вбиваясь в это значение 1000 пикселей а ну-ка ну вот уже ближе хвост уже у нас находится вроде как в фокусе однако гораздо проще это делать опять-таки при помощи настроек элемент 3D в настройках motion точнее уже не motion а в настройках depth of field мы можем выбрать алгоритм просчета этой самой глубины то есть глубина просчитывается камера непосредственно если можно сказать так данные берутся из камеры но сама глубина просчитывается алгоритм просчета глубины поля сама непосредственно в элемент 3D у нас есть несколько режимов по дефолту стоит пиксель блур это такой же алгоритм ну или практически такой же алгоритм просчета размытия как и в After Effects но есть такая штука как фокус индикатор это индикатор фокусного расстояния то есть где у нас красный цвет там у нас объект будет находиться в фокусе соответственно перемещая изменяя параметр фокус дистанц я теперь визуально могу видеть какие объекты точнее какие части объекта будут находиться в фокусе а какие нет вот у меня допустим передняя часть вертолета будет фокус и все остальные будут соответственно в раз фокусе выбираю режим Multipath он как видите в кавычках в скобках написано slower то есть медленнее он просчитывает немножко качественнее нежели это делает дефолтный алгоритм пиксель блюр кроме этого он еще в качестве low если я поставлю high то расчет блюра будет еще длиннее но более красивым да блюры вообще дофи блюр живет ресурсом немало в любых программах не только в 3D но и в композерских в мюке о том же например глубину доф перевели возможность нода может ее просчитывать при помощи видеокарты для того чтобы ускорять процесс у нас здесь визуализация происходит и картой и процессором вот сейчас допустим просчитывается именно процессором то есть доф в данный момент просчитывается процессором потому как у меня температура возросла уже до 70 градусов еще и стима охлаждения нормально настроил вот чтобы не терять время я просто включу обратно алгоритм просчета если у меня получится такое сделать я автору вырубил немножко я здесь сейчас да очень затратная штука но просто учитывая то что практически 50% процессора убирает занимает замечательная программа продюсер которая скринит сейчас экран в данный момент из-за нее немножко медленнее работают все функции программе так могу почитать пока вопросы пока раздупляется автор эффект про сейчас расскажу карту карту с текстурами из 3d max во первых она из 3d max не экспортируется в 3d max она как раз подгружается из какого-то файла то есть в максе текстуры применяются к материалам точности так же как я только что делал в элемент 3d есть некий файл есть некое изображение вот из которого эта текстура берется для материала то есть просто в максе настройках материала вы посмотрите где эта текстура находится и просто напросто ее туда возьмите в той папке где она лежит это для вопрос был в скайпе так все отключаю я дофы для камеры потому как тормозит тормозит отключаем это дело вот и коль мы уже заговорили о качестве то есть еще такая штука в настройках это мы отключаем в вкладке output есть сэмплинг и антиалайзинг конечно у меня сэмплирование 16 по дефолту 8 обычно то есть кто знает что такое сэмплирование тоже в 3d пакетах во многих при рендере мы указываем количество сэмплов для того чтобы сделать красивые края по красивые размытые края объект так называемый антиалайзинг сэмплирование для качества просчета изображения в целом то есть если я вот меняю например сэмплирование ставлю в районе 2 то картинка просчитывается намного быстрее однако видите что вот такие вот изогнутые края объекта в том числе часть объекта его края становятся такими ступенчатыми качество плохое вот поэтому если у вас очень длинный рендер длительный то вы можете поставить допустим мультисаплин 2 либо вообще его отключить вот таким вот образом при этом у вас объект будет сохранять все цвета отражения и так далее но при этом будет отключено сэмплирование быстрее будет просчитываться здрасте до свидания был автор или нет автора быстрее будет просчитываться сам объект его анимация и так далее но при этом будет меньше ресурсов занимать так пока я макс вырублю так тем более что уже по станет вертолетом у меня все сейчас будем переходить к следующему варианту вот к этому так что начать так сейчас включу не элемент хватает только обиджи вот я показывал какие штуки захватывают обиджи cinema 4d еще что-то не fbx к сожалению нет что значит что касается теней давайте все-таки об отражении хотим я расскажу что касается теней тень тени он не отбрасывает и отражение он не делает есть плагин я правда не уверен как называется к сожалению есть я вам потом скайпе скину название за кому надо можете скайпе мне задать вопрос я вам скину просто у меня здесь не установлен есть плагин к элемент 3d который позволяет делать отражение позволяет делать тени по дефолту а боже мой элемент 3d этого не умеет то есть он не обрасывает на элементы тени поскольку он просчитывает визуализацию одного объекта те объекты которые находятся в разных группах они в принципе между собой никак не взаимодействуют между собой пересекаются и так далее и тому подобное если еще тени как-то зафейкать можно при помощи источников света как я показывал на примере вертолета да что он там внизу тень тенюшки появляется вот то отражение таким образом мы не получим отражение можно сделать просто перевернув объект я сейчас просто покажу одну сцену вот который я сегодня просто для тестов сделал вот сейчас я покажу как делается буквы какие элементы можем создавать внутри автор эффекта без импорта из так сказать извини да вот и у нас получается такое отражение то есть по сути это отражение что иное как отдельный слой который перевернут которым анимация находится в обратную сторону идет как бы и мне вот вот он то есть это фейковые опять таки отражение которое создается просто переворачивая объекты в том же элементе 3d просто rotation там 180 градусов да и повернут другую сторону вот что еще касается интеграции объекта в сцену вот у есть простая сцена небольшая снятая каким образом нам может пригодиться элемент 3d допустим для вставки в элемент в внутрь сцены у меня вот при помощи камера tracker встроенного трекинга 3d шного в автор эффект я просчитал трекинг этой сцены и особо на ней никак не заморачивался не знаю насколько он качественный просто просто по дефолту делал просчет и создал камеру не настраивал не натачивал ничего и допустим я хочу добавить сюда в сцену некий элемент при помощи элемент 3d я создаю solid добавляю сюда элемент настройки сцены и я хочу сюда вставить такую штуку столб такой замечательный столбик нажмем окей ничего из ним с ним делать не буду там по текстурами всем прочим наша задача сейчас поставить этот столб он допустим куда-то на обочину или это и сделать так чтобы он при движении камеры все время остался на месте то есть по сути мы устанавливаем в объект мы устанавливаем объект в сцену таким образом мы можем добавить в сцену при помощи трекинга любой 3d объект который мы захотим протекстурируем добавим ему правильных отражений вы уже знаете как делать отражение добавить ему какое-нибудь освещение и так далее то есть все что мне надо теперь поставить наш столб он допустим куда не сюда на обочину как мне понять где эта самая обочина находится мне нужно при помощи какого-то элемента а именно при помощи нулевого объекта определить положение вот например вот это вот участка при трекинге для этого мы включаем настройка камера трекинга вот у нас большое количество всевозможных трекеров которые программа для нас просчитала выбираем например вот этот и жмем create now создать нулевой объект нулевой объект создался именно на том месте где находится вот эта вот штука полоса на дороге мне теперь нужно столб переместить к этому объекту проще не бывает мне нужно узнать позицию нулевого объекта в 3d пространстве и переменить эту самую позицию к настройкам группы 1 по дефолту столб попал именно туда то есть мне нужно чтобы позицию по x y и z совпадала с этими настройками но прежде всего мне нужно установить где находится pivot point то есть точка привязки по сути на центр объекта так называемый может не центр объекта anchor point его по разному называют то есть если я сейчас просто скопирую все координаты допустим с позиции нулевого объекта нашему столбу то на этом месте будет находиться середина столба поскольку точка привязки у нас находится вот примерно где-то здесь на столбе поэтому настройках элемент я выбираю наш телефонный столб и мне нужно переместить anchor point с центра объекта на его низ то есть bottom теперь центр объекта точка вокруг которой он будет вращаться его как бы основа не знаю центр тяжести находится вот здесь нажмем ok это видео это не картинка это движущееся видео просто но притрачено вот теперь я беру неважно где я нахожусь беру выбираю наш столб и ввожу туда данные могу скопировать попробовать могу просто вести примерно эти значения но и минус 20 по позиции например примерно где-то так и теперь столб в аккурат находится у нас при проигрывании в аккурат находится на дороге теперь я немножко смещаю в сторону и делаю чуть меньше убираю particle не знаю 5 примерно так красивый столбик немножко поработаем со свечением баба 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 рендер садинс немножко темновато у нас получается но это уже такое не можем просто поиграться с источником света на 6 сами добавить тоже директор лайт и так далее просто быстро его добавить чтобы он существовал такой и примерно чтобы он находился под таким же углом для того чтобы создать вот здесь тени для этого нам нужно просто создать еще один слой где мы маской эту самую тенюшку нарисуем то есть больше никаких вещей в принципе он элемент 3d вам не создаст ну и понятное дело немножко чтобы он соответствовал нашему ракурсу можем его чуточку повернуть к нам по оси y не по y по оси x совсем там на градусов эдак 5 чуть-чуть повернуть и таким образом при проигрывании этот столб будет находиться в точности на том же месте где он был бы в сцене в реальном мире когда это все снимали на камеру то есть таким образом я могу сюда добавить огромное количество всевозможных элементов хочу какие-то другие машины хочу те же самые столбы еще что нибудь то есть при помощи такой вот вещи можем очень легко и быстро вставлять 3d объекта то есть не рендерить это все в максе либо еще куда-то и потом вставлять а сразу же просчитывать их здесь и потом любой момент если нам скажут давайте перенесем это все чуть вправо либо вот эта машина мне не нравится давайте поменяем либо сделать темнее либо сделать светлее все это мы можем сделать непосредственно внутри автор эффект довольно быстро безболезненно и без длительных перерасчетов геморроя с пасами и прочим и прочим то есть картинка получается довольно неплохая может быть не киношного качества но такого удовлетворительного во многих случаях так у нас уже но есть еще немножко времени еще хочу рассказать немножко пониматься давайте посмотрим что-то у нас еще скайпе можно что-то спрашивал ну вроде как ничего вопрос интересно кто-то смотрит вебинар примерно до примерно так идем дальше я хочу показать пример анимации и пример создания вот таких вот текстов и вообще элементов внутри программы элемент 3d внутри плагина внутри программы автор эффект создам новую композицию то есть до этого мы брали модель либо из вне то есть импортированный из макса ну или там в синеме 4d не важно либо те которые уже имеются у нас в настройках плагин добавим еще один однако мы также можем создавать некоторые объекты внутри программы автор эффект создавать их можем при помощи двух способов прежде всего это текст то есть мы можем создать объемный текст как вот здесь примерно и второй это при помощи шайпа так называемый либо при помощи масок каким образом давайте сначала с текстом разберемся пишем какой-то нибудь текст делаем его побольше в принципе не обязательно побольше делать он у нас вектор на том что жирнее и отключаем далее добавляем плагин элемент и опять-таки возвращаемся к такой вещи как custom layers мы уже знаем что такое texture maps карты которые можно подгружать для текстурирования объектов вот а теперь давайте поговорим что такое text and masks текст и маски вот на примере текста вначале для того чтобы использовать этот самый текст для создания объемного текста мы выбираем этот слой как layer 1 выбираем cgschool.org далее настройки сейчас у нас немножко про тупит и мы пойдем настройки к слову сказать плагин конечно не идеальный иногда вылетает иногда подглючивает поскольку это все таки ну не полноценная какая-то 3d программа может быть из-за связи с автором может еще по каким-то причинам вот и жмем extrude то есть пока ничего не импортируем ничего не выбираем и жмем extrude программа нам автоматически сделала выдавливание extrude нашего текста мы приблизим кроме этого она сделала еще небольшой bevel bevel это вот такое вот сглаживание по краю текста по краю любого шайба вот и применила к нему стандартный материал просто белый материал а если у нас сразу только возникнет вопрос если у нас допустим композиции жмем ok есть у нас композиции много текста я хочу каждый этот слой текстовый сделать отдельный для него bevel да отдельный элемент для этого в настройках сцены мы указываем какой layer использовать то есть custom path 1,2,3,4 и так далее 10 то есть мы можем выбрать любой из 10 загруженных слоев которые мы указываем вот здесь у нас пока он один поэтому его мы и указываем далее понятное дело что мы можем применить к нему опять таки любой материал то есть из пресета мы можем добавить ему chrome и получится такой вот замечательный текст кстати говоря что касается отражения о источниках света мы поговорили что касается отражения то есть environment у нас есть кнопочка environment при помощи которой мы можем задать какое отражение будет находиться в нашей сцене вот у нас есть небольшое количество готовых уже карт окружения они же находятся вот здесь в списке дефолтный гараж лобби паркинг магазин и так далее то есть разнообразные окружения разнообразные текстуры мы можем применять для того чтобы были разные отражения в нашем объекте то есть это все находится на укладке preview это если у вас нет уже готовых каких-то карт допустим я использовал в сцене нью-йорка там свою карту применял опять таки мы можем изменять гамму здесь изменять какую угодно делать можем поворачивать ее при помощи правой кнопки мышки вот она так поворачивается двигай ну да двигай ну по сути это представьте себе что эта текстура нанесена на некую сферу вокруг этого объекта и мы эту самую сферу двигаем вот как изменять материал мы уже как бы научились да вот есть еще одна настройка которая не сказал это illumination если мы хотим чтобы этот цвет излучал как бы свет да свечение то мы можем настроить это в самой illumination настройках освещения то есть вот такие вот есть illuminated материалы да они как бы являются ну не знаю как нить накаливания да чтобы неоновый свет можно таким образом имитировать вот однако кроме материалов пресетов здесь есть еще небольшой вот такой вот наборчик barrels это уже настроены такие вот всевозможные штуки по выдавливанию вместе с материалом то есть например вот такая штука которая была у нас на заставке перед тем как мы начинали наш вебинар вот дело в том что в зависимости от того какой текст большой маленький грубый эти все бевелы нужно настраивать то есть я вот набросил его на наш текст но выглядит оно не очень хорошо очень грубо как-то некрасиво поэтому настройка каждого из этих бевелов есть определенные параметры прежде всего бевел скейл если он поменяет допустим на 0.2 то вид станет уже гораздо получше то есть в зависимости от того насколько большой у нас объект насколько большой у нас текст этот бевел нужно корректировать для большого текста подошел бы вариант и вариант единицы для маленького текста подойдет 0.2 например вариант естественно такую вещь можно редактировать по отдельности то есть мы можем выбирать сколько копий бевела мы хотим сделать вот в данном случае у нас три вот такой вот желтый серый мы можем каждую из них регулировать настраивать и так далее то есть указывать насколько далеко у нас будет этот самый бевел вытягиваться вот они все три находятся то есть выбирая например желтый я делаю экструд больше то есть выдавливаем и тем самым вот таким вот образом он очень много он регулируется вот то есть можем использовать уже готовые можем настраивать свои бевелы что касается материалов и что касается да не забуду я насчет секвенции не переживайте что касается создание элементов на основе шайпов на основе масок то есть мы можем например нажимаем можем создать некий слой солид важно какой нарисовать не знаю масочку треугольную указать его в настройках вот layer 1 например dark, great, solid и вот получится такая вот маска взяла просто старые настройки телефон сейчас секундочку по телефону звонят нам звонят постоянно звонят и звонят просят рассказать про всякие вещи это ничего страшного так то есть по сути я просто теперь применил те же настройки бевела только к шайпу которую я нарисовал какие можно штуки делать допустим красивые при помощи этих же шайп понятное дело если у вас хорошие навыки с рисованием масками можете сами вырисовывать создавать их можно сделать такие вот хитрости в одном из уроков по элемент в одном из видео по элемент 3d я увидел такую вот штуку можно переносить хитрость небольшую сейчас поставлю в фотошопе есть набор шайпов готовых просто выбираем там какой-то а4 допустим за то ждем 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 да кроме разве не говорит как там как там мой элемент 3d если спрос принять так фотошопе фотошопе выбираем так какой это фотошоп у нас а вот у нас инструмент произвольная фигура и у нас есть включим все ок у нас есть большое количество таких вот фигур значки всевозможные давайте что нибудь выберем что тут такое выбрать не зонти вот коляску, тележка и щелкаем по белому этому и выбираем 500 пикселей на 500 ок, вот такая у тебя тележка ничего не делая дальше, жмем Ctrl-C я думаю, что все знают, что это означает переходим в After Effects закрываем это допустим, убираем этот слой, создаю новый новый Solid ок далее, я выбираю инструмент Ctrl-V сжать не спешите выбираю инструмент Pen Tool ставлю одну точку то есть я собираюсь рисовать маску но потом вдруг передумываю и жму Ctrl-V таким образом я добавляю маску в этот Solid скопированную из фотошопа просто вот отсюда Ctrl-C создаем новый Solid жмакаем Pen Tool одну точечку и жмем Ctrl-V по сути мы создаем такую вот красивую маску отключаем ее переходим в Elements выбираем снова наш Dark Grade Solid обновить нужно его Sinsetup Extrude Extrusion Model теперь у нас модель вот эта вот давайте для большего удобства я сюда просто хром какую-нибудь накину да и все вот то есть таким образом мы можем создавать такие вот значочки, логотипы и все остальное если вы не хотите рисовать шайпами можно импортировать с Ифата а шоу-пар кроме того в настройках опять-таки есть большое количество всевозможных вот у нас Motion Design есть стрелочки, графики куча-куча-куча-куча всего что мы можем использовать по сути там моторы да, все-все можем использовать вот Liquid есть интересные штуки атомы вот всевозможные то есть эти все модельки можем использовать если их купить естественно вот есть всевозможные такие вот и так далее ну и что хотелось бы еще конец сказать ну давайте все-таки про секвенцию поговорим наконец-то а то все, я ждал в 2 часа все же спать я все никак про секвенцию не скажу так, фотошоп от греха подачи я выключу мне не нужен возвращаемся в Max точнее, наверное, рано я в него возвращаюсь мне нужно поставить одну штучку интересную при помощи которой я могу создавать секвенцию OBG па-пам-пам-пам-пам-пам так сейчас я быстренько быстренько-быстренько штучка называется да, тут у меня так мак запускается интересно штучка называется Max to Nuke Script вот, работает очень легко и просто сейчас без нюка вообще никуда если я должен находить ее в 3D Max есть секвенцию OBG да, выбираем наш Autodesk выбираем наш 3D Max ищем здесь скрипт не скрипт так, 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 так плагин с ним макроскрипт вот они и в макроскрипты кидаем вот таких вот два файлика теперь, правда, приходится перезагружать Max снова открываем его так, это пока мы свернем так, хорошо плагин какой-то кривостал постоянно постоянно разбивает сейчас мы загрузим тот же вертолет его слегка проанимируем и загрузим секвенцию в Autoreffect посмотрим, как оно будет работать то есть, все, не волнуйтесь все, сейчас будет Max немножко долго грузится так, ок открываем наш вертолетик конечно все замечательно делаем простенькую анимацию просто выбираю весь объект я сейчас не переживаю о том что у нас тут отдельно что не отдельно вы в курсе, как и чего здесь происходит вот у нас есть анимация объекта допустим, мы здесь проанимировали винты и все остальное полет вертолета, еще что-то в этом роде так, идем ла-ла-ла-ла-ла-ла Custom Using Interface нам нужно добавить небольшую клопочку сюда так, ищем Max to Nuke заодно научитесь как вот Max to Nuke перебрался бы мы сюда теперь выбираю все эти замечательные объекты только единственное, я наверное поставлю дабы сэкономить время я просто поставлю 25 кадров поскольку OBG Sequence от таких больших большого креста объектов занимает немножко времени потом я поставлю 25 кадров дабы не тратить ни мое, ни ваше время я выбираю скрипт Max to Nuke и здесь есть такая волшебная кнопочка OBG Sequence но передайте мне выберу Frame Range только 25 кадров можете создавать секвенцию своими какими-то плагинами своими путями мы просто ставили этот скрипт чтобы создать секвенцию OBG файликов на самом деле Nuke мы использовать не будем да, выбираем те элементы, которые мы хотим перенести в данном случае создаем уже папочку поскольку это будет секвенция Test ну и здесь допустим Test жмем Save и жмем Export ну и теперь просто каждый кадр будет вот так вот просчитываться нажмем Done и теперь пошел просчет каждого кадра таким образом мы создаем OBG секвенцию вот какие плюсы и минусы данного способа переноса анимации то есть понятное дело что анимацию проще создать в Max да, тоже там анимацию винта и самолет вертолета и так далее вот поскольку вы видите что есть проблемы и с точкой перевязки и другие всевозможные проблемы в Element 3D в этом плане в плане анимации вот, но минусом является то что при переносе секвенции да, это мы удаляем чтобы не было никаких ошибок не переносится движение то есть как бы что такое секвенция да, программа сейчас по сути просто берет в каждом кадре смотрит на позицию объекта и этот объект в этой позиции в этом кадре записывает определенный файл и таких файлов по сути у нас создается вот 25 штук и программа подгружая этот объект просто смотрит где этот каждый элемент этого объекта находится в каждом из этих кадров по сути движение как такового она не видит просто она тупо вставляет этот объект допустим в кадре первом вот сюда в кадре втором вот сюда поэтому динамики в сцене нет если мы захотим включить Motion Blur то скорее всего у нас ничего не получится поскольку программа просто не будет ну она не будет знать куда двигается винт она просто его вставляет каждый раз на новое положение и все поэтому для того чтобы загрузить секвенцию мы опять таки выбираем преугольник только вместо 3d object мы выбираем import 3d sequence эта функция кстати возможно стала только в поздних версиях элемент 3d ранее она была тоже невозможной выбираем нашу секвенцию любой файл из секвенции да как секвенцию мы видим что можем опять таки выбирать и OBG и Cinema 4D жмем открыть жмем ok и мы можем видеть что наш вертолет двигается он двигается на нас то есть если я его поверну возьмем particle replicator rotation поверну его так то мы это движение увидим вот он таким образом мы можем передать анимацию при помощи секвенции из 3d пакета внутрь программы однако помните о том что ну скорее всего правильный motion blur вы при этом не добьетесь поскольку хороший motion blur программа создает основываясь на движении внутри ее то есть когда она анимирует объект тогда она создает правильный motion blur если же этот объект пришел нам из секвенции какой то то скорее всего что хороший motion blur нам не добиться особенно такой сложный как анимирование винта он спасет плагин rsb да можно rsb можно пиксель как его там пиксель блюш пиксель что добавили в after effect cc да cc красиво добавили так что такой вот штука можно симпортировать obg-sequенцию то есть как вы ее создадите при помощи скриптов либо инструментов программы это уже как бы заботы разработчиков и тех кто работает в этой программе но вот obg-sequенцию если она мне нужна я ее создаю при помощи плагинов max.tunuk на самом деле это единственный случай когда приходится использовать этот плагин поскольку для импортирования в nuke лучше использовать nuke как по мне вот ну и напоследок еще хочется показать одно такое неплохое свойство element 3d это работа с мульти объектами что это означает дело в том что внутри одного объекта может находиться несколько и мы можем этими кусками объекта если можно так выразиться манипулировать что я хочу показать допустим вместо нашего вертолета я загружу floor fracture это пол который мы уже сегодня видели да мы его подставляли под будильник однако если мы присмотримся 537 штук 33000 точек 11000 faces полигонов то есть зачем столько много для какого-то бокса непонятно однако если мы включим вид wireframe то мы видим что данный бокс разбит на большое количество всевозможных фрагментов а вот они показаны в виде wireframe что мы с ним можем сделать нажмем ok у меня вот есть композиция небольшая поставлю наверно water где я попробовал просто создать что-то разрушающее вот у меня перед камерой streetbox обычный бокс который я создал 3d max я при помощи refi разбил его на большое количество фрагментов и при помощи obj импортировал внутрь программы after effect внутрь elements при этом я не создавал для каждого фрагмента отдельный материал не переименовал я просто все фрагменты специально применил к ним один материал то есть это был у меня единый объект если мы посмотрим на настройки где у меня здесь нужно еще найти так main form вот он у меня идет вот настройки остальные я просто не буду создавать для вас заново вот у меня есть бокс codebox если я включу wireframe вот он как распределен вот это я в максе просто при помощи refi разбил плоский такой вот бокс это не plane это бокс на большое количество фрагментов вот я его симпортировал внутрь программы как видите материал у них один то есть это единый элемент я не могу по отдельности закрасить каждый допустим из этих фрагментов либо его выделить и по сути он является как бы в данный момент единым целым однако я могу это у меня была группа три по моему в настройках группы включить галочку которая называется multi-object enable multi-object что она позволяет делать при помощи этой галочки программа как бы каждому каждой части этого объекта как бы применять particle то есть что то схожее когда мы делаем там допустим разрушение в максе да где каждая частичка как бы обретает некую геометрию и вот по сути при помощи параметров которые здесь довольно много такие параметры как scatter и так далее которые позволяют нам делать небольшие такие вот разбросы фрагментов мы можем эти particle проанимировать то есть опять таки тут есть настройки по rotation то есть можем их вращать эти частички можем с ними делать все что угодно а вот scatter multiplier displace всевозможные параметры по вращению каждой частички по отдельности то есть разбрасывать все это и потом чудесным образом собирать например вот в такой вот пол то есть все фрагменты ранее разбившиеся плоскости ну либо точнее бокса собираются теперь в другой бокс который имеет свою текстуру свой вид свой размер свое положение и так далее и уже этот пол на этот пол падает уже текст текст тоже является единым слоем то есть вот наш текст вот он написан однако при помощи галочки multi-object мы имеем возможность анимации каждого каждой буквы по отдельности ну там небольшой текст еще один вылез старый улетел вот как эта анимация делается давайте просто на на быстром примере покажу есть у нас уберем все это уберем наш пол добавим просто какую-то сферу ball fracture вот такой вот шар ну кстати тоже разрушаемый поэтому ну вот если мы посмотрим он тоже фрагментирован поэтому давайте наверное не его использовать что-нибудь такое попроще или поинтереснее по крайней мере лампочку например светящуюся или иконки какие-то ну в принципе примитивы давайте лучше примитивы вот обычную сферу для того чтобы быстрее просто все работает набросим на нее какой-то красивый такой вот материал или такой вот не важно жмем окей вот наша сфера замечательная есть у нас такая штука как репликатор по сути я вначале о нем упоминал мы можем размножить да или проклонировать все элементы внутри группы на большое количество то есть если например выбираю репликатор сферу и скажу я хочу допустим 20 копий то программа по виду сферы она создает как бы некую сферу на точках которой сферы она разместит этот объект я немножко скейла сделаю меньше для того чтобы они у нас так 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 они у нас партики лук еще еще сделаю вот то есть по сути он берет этот элемент один объект и делает его 20 копий размещая на поверхности некой сферы мы можем взять 3d grid некая решетка размеры которой можем здесь указать большое количество вот я наверное зарядок 50 50 50 вот по 25 штук например вот поставим хотя бы 10 ну вот такие вот шарики то есть мы можем создавать некий массив объект при этом этот массив мы можем каким-то образом проанимировать вот например в том случае в этом случае когда я делаю эту сцену у меня по сути массивом объектов выступал фрагментированный бокс то есть по сути все эти фрагменты это был как бы некий массив партиклов который располагается на одном элементе на одном боксе в другую группу идут scene setup включаю этот же элемент и для второй группы то есть ничто нас не останавливает одновременно поместить ту же сферу и хотя бы давайте для разнообразия в чем мы сферу то будем что-то покруче бокс например что может быть круче бокса будет такой вот синий сфера у нас будет красная это будет синий поместим его во вторую группу жмем ok вторая группа у нас тоже включим репликатор только например не по решетке а по кольцу например ринка да это у нас кольцо соответственно я делаю тоже меньший размер бокса до единицы и создаю ну вот тоже например 10 на 10 мало 50 копий так там у нас сколько получалось много там у нас получалось 10 10 давайте 5 5 5 вот так добавлю камеру для того чтобы было удобнее видеть без блюра конечно поставим так вот и сверху у нас по сути получается два объекта боксы распределенные по по кругу и сфера что на что способен элемент 3d у него есть такая замечательная штука как animation engine движок анимации что он позволяет делать если мы включаем галочку enable куда то пропадает вторая группа то есть бокс у нас куда то ушли куда они пропали дело в том что у нас есть движок анимации который позволяет превращать объекты из одной группы в объекты другой группы то есть вот в этом случае я это и сделаю у меня бокс вот этот который находится перед камерой я его просто протекстурировал диффузный слой добавил картинку софтер эффект логотипа правда здесь нет вот и второй бокс точности такой же который лежал вот вот здесь вот которому применил другой шаймер соответственно первый бокс у меня находился в одной группе второй бокс у меня находился вот в третьей группе вот почему то я захотел третьей и элементарные настройки по анимации которые позволяют мне перенести элементы с одной группы в другую вот давайте это и сделаем что нам для это нужно ну мы уже включили галочку enable и у нас отобразилась только та группа которая находится в положении старт групп то есть с которой мы будем начинать и с которой группы мы начинаем анимацию это группа 1 финиш групп это та группа на которой мы заканчиваем анимацию то есть на что она должна превратиться собственно animation параметр и указывает то как это все будет происходить перемещаем параметр и при этом каждый элемент первой группы превращается последовательно в элемент другой группы видим что происходит такой вот небольшой ну морфом это сложно назвать он не может просто один объект делается меньше другой объект делается больше в принципе и вся схема да и перемещаются они потихоньку с одной стороны с одной позиции на другую то есть мы берем позицию элементов одной группы и они переходят просто в элементы другой группы есть у нас небольшие параметры по настройке сглаживания то есть если я поставлю например значение сглаживания 10% то будет проходить вот так вот анимация да кусками такими менее сглажено пошагово ну чем больше это значение тем больше получается такой вот мягкий переход есть у нас каждый партикл имеет как некий такой айди соответственно этим айд получается анимация то есть мы видим что проходит она с одной части группу в другую последствии однако при помощи параметра random мы можем просто задать рандомный переход в один картинок led то есть непосредственно а вот просто рандомный элемент переходит в другую группу вот то есть собственно мы выбираем с какой группы начинаем и какую минуту заканчиваем Такие штуки реально помогают иногда создавать довольно интересные моменты, особенно в Motion Graphic, то есть понятное дело, что чего-то особо фантастического мы этим не сделаем, но какие-то элементы Motion Graphic мы можем без проблем воссоздать. Кроме того, мы можем размещать их и на решетке слоя, если такое имеется, на 3D объекте, если такое имеется, тогда точки, на которых появляются объекты, точнее места, на которых появляются элементы группы, будут находиться на точках этого объекта, на каждой его точке. Соответственно, мы можем загрузить сюда некий OBG файл и разместить наши сферы, например, на поверхности этого самого объекта по его точкам, там, где пересекаются его линии по краям, и создать всевозможные анимации. Можно делать некую такую пародию, как морфинга, когда у нас, например, в первой группе находится образ, там, я не знаю, машины какой-либо там, да, и эта машина облеплена со всех сторон сферами маленькими. Потом мы делаем анимацию, переводим это на, например, на какой-нибудь самолет, да, и все эти сферы перелетают на самолет. То есть такие вот простенькие штуки, мы можем делать простенькую анимацию довольно быстро и довольно качественно. При этом, конечно же, мы можем это проанимировать, то есть ставим ключ здесь, ставим ключ здесь. И мы можем указывать, с какой скоростью эта анимация будет происходить. Можем вообще ее вернуть в обратную сторону, да, туда и обратно. Туда и обратно. То есть такие вот элементарные штуки, настроек, в принципе, здесь немного. Мы можем указать, с какой группы на какую переходить, направленная, либо там, radial. Такие вот штуки можем делать. В принципе, все, что угодно, все для вас. Вот, поэтому анимация тоже иногда полезная. Вот, и последняя штука. Ну, конечно, не последняя в этом плагине, поскольку можно о нем рассказывать, наверное, целый день. Параметра очень много, но есть еще такая возможность, как output. То есть, что мы имеем на выходе? На выходе мы получаем как бы финальную картинку. То есть то, что у нас рендерит движок визуализации Aliming 3D. Однако, мы можем выбрать отсюда большое количество отдельных пасов. То есть мы можем выбрать глубину. Мы можем выбрать нормали отсюда. Мы можем выбрать Refraction. Ну, в данном случае нет, Refraction должен быть. Вот у нас отражение. Вот, мы можем выбрать отсюда Lightning, освещение, фокус, glow, world position и так далее. И тот же Ambient Occlusion, если он у нас включен, можем отсюда вытянуть диффузный цвет и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, как при рендере в обычных программах, мы можем пасы просчитать. Мы можем тоже сделать и здесь. То есть программа как бы для нас эти пасы собирает сама. Однако, мы можем, допустим, продублировать этот слой и в каждом из них включить, например, для этого диффуз, для этого Lightning, для этого Ambient Occlusion, для этого еще что-то. И самим его пересобрать при помощи просов, при помощи режима объединения между собой. Вот, собственно, такие вот штуки можем делать. То же самое можем делать в World Position, такая маска. Да, мы можем создавать объемные маски. Если мы, например, помещаем внутрь этого объекта еще какой-либо объект, например, он будет гореть, там, футаж, например. Вот, то мы можем создать маску по яркости и потом этот объект поместить, вот, например. Давайте создам solid, какой-то там, красный. Ну, допустим, этот solid я хочу поместить внутрь наших сфер, вот туда. Он у меня не 3D, что ничего. Однако, вот я продублирую этот слой. Это у меня будет слой просто маски. В нем я указываю World Position. На выходе, да, не Compose, а World Position, масочку. Эту масочку я могу перемещать, передвигать, куда хочу, поворачивать, то есть создавать вот такую вот маску, да, настраивать ее сглаженность и так далее и тому подобное. И использовать эту маску для того, чтобы поместить внутрь другого объекта наш слой. Ну, вот, каким-то вот таким вот способом. Нам помещаем его внутрь наших сфер. Только это мы обратно вернем на Composite. Ну, вот, как-то так. Понятное дело, что там убрать просто сглаженность и будет все хорошо. Вот, то есть можем создавать маски, тем самым позволяя внутрь этого объекта, поскольку, по сути, сейчас для программы это, для нас это просто некий двухмерный слой. Вот, если мы... Это единственный урок, который, кстати, смотрел на Крамер, это как поместить внутрь. За объектом там дым, партиклы и все возможные штуки. Как раз при помощи таких вот масок это можно осуществить. Если у нас за объектом, например, что-то находится, да, и одновременно он тоже может находиться и перед объектом, и за объектом, допустим. Есть там у меня такой урок, если интересно. Можете теперь, используя полученные знания о программе, можете теперь посмотреть его и на английском языке. Я думаю, ничего сложного в этом не увидите. То есть можем создавать некие объемные маски, при помощи которых можем добавлять, вставлять объекты внутрь 3D. Вот, так что, в принципе, это очень-очень кратко об этом плагине, поскольку, ну, сами понимаете, что настроек здесь огромное количество, не только по объектам, но и по материалам внутри здесь, непосредственно внутри самого плагина. Ну, а про настройки и параметры, которые вот здесь вот находятся, и говорить не приходится их. Очень большое количество. Вот, и пассумиры все вышеперечисленные. Если вам интересно использование этого плагина, можете его купить и установить. Очень, ну, я бы не сказал, что заменяет полностью 3D. Я думаю, что никогда в авторе никакой плагин, либо там свои 3D-шные инструменты не заменят полноценный 3D-пакет. Однако, как некий вспомогательный элемент, он позволяет довольно быстро добавлять какие-то вот такие вот штуки. Вот, и действительно, это помогает во многих случаях, когда не хочется для этого лезть куда-то в 3D, просчитывать, а создать быстро. Кроме того, опять-таки, для тех людей, которые не имеют особых знаний в 3D, опять-таки, в текстурированиях, освещениях, там, анимациях и прочих, очень быстро и легко можно выучить этот плагин и использовать его в своих целях. Вот такой получился немного затянутый вебинар. Обычно мы на полтора часа проводим. Просто хотели максимально информативным сделать, чтобы в одном месте вы нашли максимум информации по этому плагину, по элементу 3D. Это будет, надеюсь, будет наш вебинар информативный такой. Ну, затронули почти все, что мы знали, то Андрей не рассказал. Ну, и еще много знаем, но просто, что такие вещи, основные вещи, я думаю, что вам... На правах рекламы хочу сказать, что 12-13 октября у нас пройдет интенсив по After Effects. Он будет включать не только элемент 3D, но и полностью работу в After Effects, постобработку, King, Rotoscope. Кому интересно, он будет платный, он стоит 140 долларов, проходит 2 дня. Где-то по 5 часов один урок длится, каждый час, перерыв 10 минут. Программу вы можете посмотреть здесь, у нас на сайте. Сборка по софтам будет работа в 3D, 2D-трекинг, 3D-трекинг, цветокоррекция, анимация параметров, настройка параметров. Это будет интенсив, 2 дня будет проходить. И позже чуть мы проведем полный поток, ну, полный курс по After Effects после интенсива. Всю информацию вы можете найти вот на сайте sgschool.org в разделе «Заказы онлайн-обучения». Нажимаете на After Effects интенсив, либо просто After Effects – это полный курс. Это кто хочет обучаться дальше в этом направлении, кто хочет выучить After Effects для решения своих задач, сворабатывать деньги на этом все. Программа очень востребована на рынке. Сейчас без нее, в принципе, вообще никуда. Ни в фирму не устроишься, ни на фрилансе не поработаешь. То есть, надо знать. After Effects надо знать. Он очень популярный. Кто хочет записаться на курсы, вот заходите сюда. Заказы на обучение After Effects интенсив. Внизу почитаете это все. Часто задаваем вопросы, рекомендации. Тут отзывы, уже люди проходили у нас в курсе. И внизу есть поле. Заполняете его. Имя, фамилия, мейл, телефон. Выбираете курс, который вам надо. Например, After Effects интенсив. И жмете «Хочу записаться. Свяжитесь со мной». Ну, если какие-то вопросы возникнут по поводу курса, либо еще чего-то, можете без проблем спрашивать либо меня в скайпе, либо в Олегу в скайпе, либо писать имейл на info.sizyscu.org. Да, вот контакт. И все, что вас интересует, мы можем вам рассказать. Да, спасибо всем за теплые отзывы. Кстати, по поводу отзывов. Если вам не сложно, мы бы хотели, чтобы вы оставили отзывы о этом вебинаре. Вот есть у нас раздел «Отзывы и работы учеников». Можете туда зайти и оставить отзывы. Можете просто на форумах, в интернет-сообществах, где вы узнали о этом вебинаре, просто оставить отзывы. Понравилось, не понравилось, было полезно, мы будем вам признательны, мы будем знать, в ту сторону мы идем или нет. То есть, насколько мы много приносим пользы и стоит ли этим заниматься вообще. Если кого заинтересовали такие вебинары, мы будем еще по After Effects точно проводить еще немало вебинаров. Но, что касается непосредственно элемента 3D, если его не забросить и буду дальше продвигать, то, понятное дело, какие-то новинки, штуки мы будем проводить небольшие. Либо в вебинаре будем, как часть вебинара будем касаться этой штуки, поскольку я не знаю, стоит ли еще создавать отдельно по нему вебинар. Ну и, собственно, другие полезные вещи по After Effects мы будем рассказывать. По поводу еще этих курсов платных, скажу, что есть скидка предварительной записи, минус 10%, если за 10 дней записываетесь. И всем, кто был сегодня на этом вебинаре, можем дать еще скидку минус 7%. То есть, суммарно минус 17 пока действует скидка, но за 10 дней до старта она закончится. И ваша скидка минус 7% действует только сегодня. То есть, если вы хотите записаться, пишите в Skype, либо на Олег Верх, либо на Сапфир, вот этот Skype, либо просто на InfoCG School.org, либо вот здесь, внизу заполняйте форму, и мы с вами свяжемся. То есть, вы запишите, сдаваем вас в группу, и будете обучаться уже более углубленно с нами дальше. Кто хочет записаться, отпишитесь в Skype, либо в чат, туда сейчас плюсики поставьте, кому это интересно, мы с вами, мы вас найдем. Ну, а так, всем спасибо, будем расходиться. Не забудьте написать отзывы о нас. Насчет вопроса о метропольной 3D, честно говоря, не знаю, поскольку я не пользовался этим паком. Скорее всего, просто проблемы с отображением текстур, связанные с неправильным размещением. Он их в папке документ, куда бросают обычно паки, плагин, элемент 3D. Ну, если интересно, я попробую поставить его себе, если у меня такие же будут проблемы. Могу об этом потом написать и рассказать. Статью какую-то, может, накатаем. Статью надеянного про элемент 3D. Окей, надеемся, вам понравилось, запись придет вам на почту, если вы подписывались, если вы вот здесь подписаны. Ну, и сидите за нашими следующими вебинарами. Кому интересно, After Effects, и может не только After Effects, у нас будет. Вебинары проходят по многим программам, в том числе и по Max. По 3D Max, по Nuke. По Nuke и так далее. По After Effects. В ближайшее время. Планируем тоже, наверное, какой-нибудь вебинарчик еще приведем, но уже на следующей неделе. Так что, кого заинтересовали в вебинаре, подписывайтесь. Кого заинтересовали онлайн-курсы, любые, которые у нас проходят на сайте, можете подписываться, спрашивать, присылать ваши замечания, пожелания, вопросы. Вот, и пока, до встречи. Надеюсь, всем было интересно. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч на просторах интернета ECG. Пока. Всем пока.